Девушки отдыхают В нашей студии вновь соберутся самые смелые родители, чтобы продемонстрировать свои знания о собственных детях. А дети, в свою очередь, научат своих родителей, наконец-то, еще лучше их понимать. Я считаю, это правильная задача для такой прекрасной передачи. А теперь о самом главном. Победителям нашего шоу достанется звание лучшей семьи. И наш главный приз – большое семейное путешествие. Первые участники – певица Ирина Дубцова и солист группы «Плазма» Роман Черницын. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Роман. Я знаю, что ваш сын Артем, да, он очень разносторонний мальчик, поэтому никак не может определиться, кем ему стать, когда он вырастет. Сейчас, насколько я знаю, поздравляю вас с этим, выбор его сузился до певца, телеведущего, полицейского, пожарного и президента. В принципе, уже можно выбирать. На чем все-таки он остановится? Как вы считаете? Чего бы вы хотели? Мы за президентом. Мы за президентом. Вы хотите, чтобы ваш мальчик стал президентом. Давайте посмотрим на вашего Артема, уникального мальчика, который никак не может выбрать свою профессию. Артем Черницын. Меня зовут Артем, мне 5 лет, фамилия Черницын. Я хочу стать работником на заводе, делать машины всем людям и мне. Моя мама зовут Ирина Дубцова, моя мама 55 лет. Она у меня поет песни, ну, певица. Моего папа зовут Роман Черницын, он поет песни и работает певицом. Я там играю в разные игры. У меня есть еще гонки, где полиция. Я еще могу, просто бандиты украли мою тачку, а я украл их. Я мечтаю, чтобы у меня появился такой ремень, где я обращаюсь на всех людей, которые есть в мире. Вторая семья, которая мечтает отправиться в путешествие от нашей программы, это актерская семья Вадим и Вероника Демчок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А! Здравствуйте! Вы сейчас прям как зайчики. Наверное, артисты, они всегда играют каких-нибудь, ну, поначалу. Потом уже становятся знаменитыми, а сначала играют зайчиком. Потом вырастают, задирают носик-то. Так, скажите, пожалуйста, Вильям, он наверняка, как все дети в актерских семьях, ребенок без детства, родителей постоянно не дома. Ммм, отчасти. Кто занимается ребенком? Я. Да. Да? Грешин. Так, именно поэтому мы вас сегодня и позвали на нашу передачу, будем исправлять ситуацию. Нужно искуплять грехи. Пока, да, пока, давайте посмотрим на маленького представителя актерской семьи, Вильям Димчок. Меня зовут Вильям Димчок, мне 6 лет, и я хочу стать ученым, потому что он много знает. Мою маму зовут Вероника Димчок. Мама профессия актриса, но она ничем не занимается в актере дома. Моего папу зовут Вадим. Он занимается съемками, и еще, когда приходится в съемки, сидит за компьютером. Я люблю шить разные такие тряпки. Эти тряпки нужны для того, чтобы вытирать пол. Я могу порванную тряпку снова шить. Моя заветная мечта, чтобы у меня были все игрушки в мире. Третьи участники сегодня – это певец и продюсер Доминик Джокер и его супруга Альбина Бриславская. Доминик Бриславская. Доминик Бриславская. Здравствуйте, Таричка. Здравствуйте. Здравствуйте. Доминик и Альбина. У вас два сына. Вы так сейчас начали говорить, знаете, как на свадьбе. Доминик и Альбин. Согласны ли вы, что у вас два сына? Нет повода не верить. Напоминаю вам, что их зовут одного Мартин, а второго Маркус. Да. Вы когда-нибудь к букве Н собираетесь переходить? Нет, 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 мы решили. Нет, мы знаем, как будут звать нашу девочку. Наверное. Маша. Нет, нет, нет. Но на самом деле мы иногда их путаем, кричим. Мартин, Маркус, как вас всех зовут? Ты, ты, иди сюда. И ты. Давайте посмотрим на этого Мартина Бриславского. Меня зовут Мартин. У меня фамилия Бриславский. У меня котиков пять лет с половиной. У меня два выбора. Я не знаю, кем хочу стать. И у меня выбор полицейский прив. Моя мама зовут Альбина. Мама только на дебадионке где-то, когда у меня выходные. А папа мой. И у нас вот Доминик. Папа занимается пением, поет. И хорошо занимается. Я люблю играть. У меня много роботов. Их целая армия. Моя заветная мечта – получить на день рождения настоящую складную ножку. Я буду выкармливать разные фистульки, хлопушки, шарики. Знакомьтесь, четвертая семья, уверенная, что знает о своем ребенке абсолютно все. Папа – телеведущий Арчи. И мама – Екатерина Цветкова. Приветствую. Здравствуйте. Здрасте. Ваш сын Глеб, отвечая на наш вопрос, сказал, что когда он вырастет, хотел бы работать в правительстве. Понимаю. Нет, 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 вы еще не понимаете, потому что он хочет быть охранником президента. Почему такой выбор у ребенка? Ну, потому что я безумно люблю спорт и увлекаюсь всевозможными парашютным спортом, кайт, вейк и так далее. А почему здесь охрана президента? А при том, что ему нравится все спортивное, поэтому спорт рулит, и слава богу. Ну, хорошо. Давайте же посмотрим немедленно на будущего спортивного охранника президента Глеба. Меня зовут Глеб. Мне 6 лет. Я хочу стать охраной президента. Мне очень нравится эта профессия. Мою маму зовут Екатерина Цветкова. Она работает в ресторане. Моего папа зовут Артур. Он работает диджеем и снимается в программах. Мои любимые игрушки – это солдаты и оружие. У меня две мечты. Мечта первая – поехать в тот прежний отель, который я хотел. И мечтал увидеть того друга. Вот, если бы у меня вот был какой-то друг, я хотел увидеть его снова. Ну что ж, мы познакомились со всеми участниками. И я объявляю начало нового сезона семейного шоу «Это мой ребенок». Ура! В эфире самое семейное шоу «Это мой ребенок». Первый тур. Дорогие родители, хотите увидеть своих детей? Сейчас скажут. Нет, нет, нет. Чуть попозже. Для вас задача очень простая. Вам нужно всего лишь выбрать своего ребенка. Имейте в виду, что выбранные дети обмену и возврату не подлежат. А вот если вы выберете правильно своего ребенка, то получите еще 10 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание на икра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, друзья, нажимайте на кнопки. Я понимаю, что задача не из простых. А никто и не говорил, что будет легко. Да? Да? Вот. И я приглашаю сюда в студию этих ужасных привидений. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Демья, Демчок и Арчи с Екатериной тоже претендуют на тебя. Кто это там кричит, я не понимаю. Какой-то бельчонок. Вот это кто? Это Вильям. Ой, Кирилл, я не могу с тобой. Вильям. Так, теперь буква Б. Доминик и Альбина решили выбрать себе нового ребенка. Нет? Нет, не нового. Тоже там у нас такое тихое, тихое, беззлобное, молчаливое привидение. Ты Маркин, боже мой. Ну что ж, и у нас осталось вот это вот буква В. Несчастное, бескосное привидение. Здравствуйте. Привет. Привет. Дай посмотри, Киля. О, привет, дорогой. Ну что, дорогие друзья, я вас отправляю обратно. Мы пока с вашими родителями кое с кем поговорим. Спасибо. Идите. А кто будет жулись, по наглой рыжей морде. Значит, к дубцовой, к чернице, ну никаких вопросов нет. Как определили, что это ваше привидение? Учитывая, что у нас, как правило, в любой компании самый волосатый ребенок, он не любит, терпеть не может что-то, когда у него надето на голове. Поэтому это привидение держало все время руки где-то около. Правда? Около головы я его узнала вот в первые же секунды. Я поздравляю тебя, молодцы. Молодцы, я вас поздравляю, 10 баллов у вас уже в кармане. Семья Димчук. Вот вы выбрали Вильяма, я, конечно, спрошу, почему именно его. Но я, мне кажется, уже знаю. Вильяму, наоборот, нравятся всякие плащи, спайдер-мены там и так далее. И поэтому он активно работает в таких снаряжениях. Сомнений не было? Я смотрю на Вадима, он как-то... Нет, у меня не было сомнений, потому что он мальчик такой импульсивный и потом затаивается. Потом он делает несколько движений и опять затаивается. И вот здесь он, в этом танце он это проявил тоже. И потом, правильно ли я делаю? Потом опять... Молодцы, я вас поздравляю, 10 баллов у вас и мальчик в кармане. Практически. Доминик и Альбина, были ли какие-то сомнения у вас, когда вы делали ваши... Ну, я так понял, что у материнского сердца не было сомнений никаких. Сразу увидел по росту, вот у меня мое. Дело в том, что Мартин все-таки профессиональный спортсмен, фигурист. Уже второй у нас. Нет, вполне серьезно, да. Он уже сдал на разряд, как бы... И вы узнали его по характерным движениям. Да, я вам скажу, что его танец носил на себе яркую печать льда. Были заметны коньки. Снизу было видно коньки, да. Все понятно. Ну, я вас поздравляю, молодцы, 10 баллов у вас. Разобраться надо теперь нам с Арчи и Екатериной. Конечно, Димчок неплохой ребенок. Мне тоже нравится. Но это не повод вот так вот от своего отказываться и брать другого. Мы самое активное выбрали проведение. Вообще он обычно, да, вот именно так же себя ведет. То есть он очень экспрессивный, импульсивный. Он, видимо, активный у вас дома, а когда он... Ну, наверное, он, видимо, застеснялся очень сильно, потому что... Привыкает пока, да. Осваиваю. Мы посмотрим, что будет в конце программы. С нами. Да, да, с нами совсем. Ну, хорошо. Я, к сожалению, не могу вас поздравить с 10 баллами. Но я поздравляю вас с тем, что вы, тем не менее, хорошо знаете своего ребенка, что обычно он активный. Наш первый тур завершен. Давайте посмотрим на общий результат. Все семьи по 10 баллов, кроме Арчи и Екатерины. Я вам советую взять себя в руки, вспомнить что-нибудь о своем ребенке. Это только начало. Впереди вас ждет еще много испытаний. Переходим ко второму туру. Второй тур семейного шоу «Это мой ребенок» – это видеотур. Пока родителей не было дома, наша съемочная группа побывала у вас в гостях. И ваши дети провели экскурсию по вашим домам. А некоторые другие даже вышли за пределы дома и поделились рассказом о своих любимых местах и занятиях. Сейчас этот материал я покажу всем вам и в конце каждого сюжета задам вопрос. Если вы ответите на него правильно, то сможете заработать 10 баллов. Давайте посмотрим первую видеоэкскурсию, которую проводит Артем Черницын. Это называется прыгалка. Пареста! Пареста! Вот видите серые и золотые рыбки? И красные. Серые и красные и золотые рыбки. Это моя мама. Это, это, это. А это я. Это я. Это я, Анатин. А это мама. Вот тут все награды. Пиум, пиум, пиум. Из-за того, что хорошо пела. Это моя собака. Бау. Мой любимый щенечку. Я с ним часто играю. Пару-то шпить. Ой, полка. Не убегай. С тобой фотосессия. Бауша, смотри в камеру. В камеру, в камеру. Смотри, в камеру. Это ванная комната. Ты благородовый, а мастерый. Дорогие лёвый, май поднялый. Эль дюлелый. Ой, полосы нет. Не на шарит. О! Это моя комната. Прошу, это моя заправка. Заправить машину. Вот эту вот. Е-е-е-е-е. Я трансформер. Ирина и Роман. Что мы, какой вывод мы можем сделать после этой видеоэкскурсии? У вас прекрасно образованная собака, которая знает слово фотосессия. Но вопрос не в этом. Вопрос, который я сейчас вам задам, звучит так. Чьи следы ищут этой лупой, которую нам показали в самом конце экскурсии? Есть четыре варианта ответа. Первый вариант. Того, кто, собственно, их оставил, эти следы. Они мамины и папины. Вариант Б. Мамины и папины следы. Знаете, когда-то они приходят домой, только их никто не видит, они следы остаются. Вариант В. Следы букашек и таракашек. Вариант Г. Следы медведей и волков. Давайте, какой ваш вариант? Вы думаете, что с помощью этой лупы ищут следы того, кто эти следы оставил? Давайте посмотрим, какой же правильный ответ. Медведей и волков. Медведей и волков. Десяти баллов у вас нет, зато у вас прекрасный мальчик, который чудесно себя ведет в отсутствии родителей. Второй тур продолжается, и свою экскурсию проводит Вильям Димчок. Это моя комната. Тут есть все. Скейтборд, тренажер. И еще мой кот. Он очень легко что-то зевал. Световой меч. Чтоб сражаться. Вот с кем. С врагами. Вот с этим врагом. Я за второй рай. Папа купил. Чтоб ему все палки перерубить. Кого заколдовать? В клее. Чуть-чуть краски. Это краски. Это краски присохшие. Поймал. Торофируйте мосик. Вот это вот мамина и папина потерь. А вот это вот вы нормалей. Вот это вот папина рабочее место. Это называется акробилатура. Ну, это, конечно, то, что мы сейчас увидели. Это испытание, да. А животное вот это вот еще живое? Вы проверяли, когда пришли домой. Да, оно периодически возрождается. Со словами я его поймал. Я поняла, что все эти мечи и все эти тю-ду-ду-ду, они используются по назначению. Ну, насчет вашего рабочего места все-таки, Вадим. Ваше рабочее место, по мнению Вильяма, это аклавилатура. 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 Понятно, да, что это такое? Всем понятно. Так вот, вопрос, для чего она нужна? Вы должны выбрать один из четырех вариантов. Вариант А, чтобы пальцами тыкать. Вариант Б, чтобы бить кулаком. Я вполне допускаю это. Вариант В, чтобы буквы печатать. И вариант Г, чтобы письма писать. Вы думаете, что Вильям думает, что на аклавилатуре пишут письма. Давайте посмотрим, какой же правильный ответ. Чтоб тыкать пальцами. Чтоб тыкать пальцами. Хватит уже бить по ней кулаком, Вадим. К сожалению, вы не получаете 10 баллов. А мы продолжаем нашу видеоэкскурсию. И теперь посмотрим, что нам расскажет о своем любимом занятии Мартин Бреславский. Здравствуйте, меня зовут Мартин. Я сегодня проведу экскурсию о фигурном катании. Я так давно начал заниматься, что я уже не помню. Когда я только начал заниматься, мне кажется, было 3 года. Я занимаюсь фигурном катании каждый день. Но иногда у меня выходные. Я в выходные играю там, гуляю на улице. Я хотел стать сначала фигуристом, а сейчас передумал. Я просто катался, катался и перепешку на носу и сделал. И не увидел просто, не удавился. Одно щупо я вот. Иногда чаще всего на тренировки ходит мама, а иногда приходит папа. На соревнованиях я получил два вторых места. Ну, так получилось. Ну, только на втором месте я упал на Рейдбергере. У меня еще есть другие соревнования. Я буду готовиться к ним, чтобы получить первое место. Мои семели, больше никто не умеет кататься, кроме меня. Папа у меня занимается, поет. Марик занимается течением. Марик мой брат занимается течением. Течением. Течением, да. Единственный вопрос, который остается задать, потому что про всех нам рассказали. Чем занимается мама? Именно этот вопрос мы и задали вашему сыну. Вариант А. Мама занимается папой. И это видно. Вариант Б. Мама занимается мной, то есть сыном. Вариант В. Мама занимается шопингом. И вариант Г. Мама занимается своей красотой. И это тоже вполне очевидный ответ. Вариант В. Вы хорошо знаете своего ребенка. Мама мной занимается шопингом. Мама занимается мной. Браво, я вас поздравляю. 10 баллов у вас. Второй тур семейного шоу «Это мой ребенок» продолжается. Мы переходим к следующей нашей заключительной на сегодня экскурсии. И проведет ее Глеб. Причем проведет ее не по своему дому, а по Всероссийскому выставочному центру. Да еще и на роликах усложнили задачу. Здравствуйте. Меня зовут Глеб. Сейчас я пройду вам экскурсу. Мы здесь обычно катаемся с родителями вот в этом парке. Я не часто падаю. Ну, упаду там, если, например, быстро еду. Или, например, прыгну и упаду. Мне удобно идти боком. Потому что боком, если ты не так натренирован, если ты съездишь по прямой, вот так, тогда ты можешь упасть и сильно пораниться. Так что нужно идти боком. Когда я катаюсь с папой на роликах, мама бывает в ресторане или гуляет. Сзади меня вот эти тетечки. Они освежают и очищают фонтан от грязи и пыли. Одна из этих тетечек горячая, вторая холодная, другая от пыли, другая от грязи. Молодец. Браво! Браво! Ну, во-первых, я абсолютно на стороне мамы, которая во время того, как они катаются на роликах, сидит в ресторане или отдыхает. Потому что даже по телевизору смотреть это страшно. Но вопрос не в этом. Вот те самые, то, что он открыл нам про эту скульптуру, про этих тетечек, как он сказал, которые сзади. Одна, значит, там горячая вода, из одной из другой холодная течет, я так понимаю. От пыли, от грязи. Но там их гораздо больше, этих тетечек, как вы заметили. Вопрос звучит... Чем занимается домоработница? Следующим образом. Как называются эти тетечки, по мнению вашего сына? Вариант А. Домоработницы. Вариант Б. Колхозницы. Вариант В. Хранители очага. И вариант Г. Хранители фонтана. Итак, ваш выбор. Ну, давай. Вариант Г. Хранители фонтана. А вы как хотите? Я за домоработница. А вы за домоработница. Давайте посмотрим правильный ответ на этот вопрос. Вот это, мне кажется, хранители фонтана. Поздравляю вас! Первые 10 баллов вы зарабатываете. Совершенно верно. Это хранители фонтана. И теперь все зрители канала СТС знают, как называются эти тетечки. Давайте подведем предварительный итог. Семья Дубцовых-Черницын 10 баллов. Димчок 10 баллов. Бориславский 20. И Арчи и Цветкова 10 баллов. У нас наступило время третьего тура. По итогам этого тура семья, набравшая меньше всего баллов, выбывает из борьбы за главный приз «Семейное путешествие». Вашим детям предстоит сейчас очень страшное и самое наше знаменитое задание. Это поход в темную комнату, которая теперь у нас называется «Пещерой сокровищ». Чтобы получить небольшое сокровище, то есть маленькую игрушку, перевожу на наш язык, им ничего не нужно делать. Нужно просто взять игрушку и вернуться к нам в студию. Но если они захотят получить очень ценный, большой подарок, сокровище, игрушку своей мечты, им придется преодолеть свой страх и получить ключ из рук самого черта. И его нужно не просто взять у него ключ, а его нужно поцеловать, друзья мои. Вам нужно предугадать, как поступит ваш ребенок. Артем Черницын отправляется первым в нашу пещеру сокровищ. Смотрит он на тот самый подарок, ради которого он должен будет черта этого поцеловать. Если он не захочет это делать, он возьмет маленький подарок, набор маленьких трансформеров. Но если он подружится с чертом и поцелует его, то сможет получить целую арену для сражения этих самых трансформеров. То есть то, о чем мальчик, судя по всему, мечтает. Дорогие Ирина и Роман, делайте, пожалуйста, ваш выбор. Вариант А. Он поцелуй черта и придет. Вариант Б. Не будет целовать. Родители приняли свое тяжелейшее решение. А теперь посмотрим, какое же решение примет Артем. Все-таки он, конечно, направляется в сторону большого подарка. Правильно делает. Медленно. Сейчас он возьмет себя в руки. Смотрите, он взял себя в руки. Он это сделал. Забирай быстрее подарок и беги к нам, Артем. И мы встречаем в студии храброго мужчину Артема. Иди скорее ко мне. Ну-ка, покажись мне. Слушай, ты весь черный. Скажи, как там было? Ой, прости. Страшно? Не очень. Мне было не страшно. Черта не видела никогда. Расскажи, какой он? Он был похож на свинью. На свинью. Понятно. Ты же мог взять и другой подарок. Почему ты его не взял? Маленькие я не хотел. Хотел большие. Слушай, и ты знаешь, и мама с папой тоже хотят, чтобы у тебя была такая вот арена. Получаете 10 баллов. Я вас поздравляю. Молодцы. Отлично. Все-таки вы сомневались. Расскажите мне, почему сомневались и как приняли решение? Я сомневалась только лишь потому, что у него, как у любого ребенка, наверное, в голове происходит нечто такое нам, взрослым, неведомое. Наверное, в большинстве случаев. Поэтому его вполне могли заинтересовать... Маленькие игрушки. Да, маленькие игрушки. Исключено. И совершенно... Может, из него нет именно этих дома. Да, точно. Совершенно не важно, поцеловать ему этого черта или не поцеловать. Тем более, что он похож на свинью, как мы выясним. И я вас поздравляю, вас 10 баллов. А мы продолжаем. И теперь свой выбор. Будет делать Вильям Демчок. В первом ящике маленький трансформер лежит, себе спокойненько и ждет, пока его заберут и убегут. А вот в другом ящике, который охраняет черная-черная тварь, похожая на свинью. Хотя вообще-то это черт. Так вот, в этом ящике лежит огромный трансформер. Всего-то нужно поцеловать вот это вот существо. Родители дорогие. Вы можете просто предугадать, как поступит ваш ребенок в этой крайне негативной ситуации. А теперь посмотрим, как же все-таки поступит Вильям. Давай, Вильям, принимай решение. Мы тебя здесь ждем в любом случае. Ох, Вильям, бери ключ и уноси ноги быстрее оттуда, пока не поздно. Давай к нам, беги скорее, а то сейчас там он за тобой, не дай бог, еще побежит. И мы встречаем в этой студии Вильяма. Садись, дорогой. Скажи мне, друг мой, ты почему черта не поцеловал? Не хочу. Черта испугался. А ты раньше его видел когда-нибудь? Нет, никогда. А что у нем такого страшного? Нос у свиньи, рога как у коровы. Ужас. Хвост как у коровы. Ужас. Все как. Все как у коровы, а нос как у свиньи. Слушай, ну я тебя поздравляю, потому что ты имеешь прекрасного трансформера. Единственное, чего у вас нету, это 10 баллов, но это совершенно не важно. Я считаю. Что, вы расстроились? Нет. Ну я расстроился, да. Расстроился, что не заработал 10 баллов? Нет, я просто расстроился, потому что я думал, что для него это пустяк. Увы, к сожалению, у вас нет 10 баллов, но у вас ребенок с отличным вкусом. А сейчас в темную комнату отправляется Мартин Бреславский. Какой же выбор предстоит Мартину? В одном ящике лежит маленькая фигурка пирата. А мы знаем, что Мартин очень любит пиратов и всех, кто с ними связан. Вопрос, полюбит ли он черта. А в другой? Потому что именно черт охраняет другой ящик, в котором лежит набор одежды и оружие для настоящего пирата. Как же он поступит? Нажимайте кнопку А или Б. Сделала выбор команда родителей, а теперь посмотрим, как поступит Мартин. Ну, в общем, я так... Сказал тебе. Блин. Боже мой, господи, он это сделал. А, 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 а. Вы видели это? Я тебе сказал. Вот это да. Ну, Мартин чужой. Встречаем Мартина Бреславского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, ты мой. Осторожно. Боже мой. Вот смотрите, он черта поцеловал. Тебе не было страшно? Нет. Почему? Если ты поцелуешь черта, то, значит, ты возьмешь ключи и заберешь подарок. Вот этот, да? Большой костюм. И что там еще у тебя? Там сабля, шляпа и колечка. Ага. А в другом что было? Какой подарок там был? Там был маленький пират. А у тебя уже такой есть? Да нет. Мне просто захотелось вот этот. И все, что тебе захочется, всегда у тебя будет, мой дорогой дружочек. Всегда добивайся своей цели, чтобы тебе не говорили родители. А я пойду с ними пока побеседую. Дорогие Доминики. Альбина, ну что, ну бывает. Ну вы у нас были лидерами, теперь у вас нет. А дело не в лидерстве. Дело в том, что я был уверен, у меня ни сомнений не было, что он преодолеет препятствия. Ничего, вам еще столько лет впереди жить. Узнаете побольше. А мы продолжаем. И в пещеру сокровищ отправляется Глеб. Внимательно за ним следим. В первом ящике. Маленький набор. Там солдатик с лодкой. Давайте посмотрим другой ящик. Там солдат с самолетом, с квадроциклом. Маме нравится. Да. Теперь осталось понять, что же нравится Глебу. Вариант А. Он поцелует черта, заберет большой набор. А вариант Б. Ничего он не будет делать. Вы свое решение приняли. Теперь посмотрим, как поступит Глеб. Можно уже спрашивать? Можно уже целовать. Можно. О, Боже. О, Боже. Да ты бери подарок-то уже. Ой. И мы встречаем Глеба. Храброго, маленького чертенка. Давай к нам. Пойдем. Пойдем поговорим с тобой. Глеб настоящий герой. Он только что на глазах у всех телезрителей поцеловал черта. Расскажите, пожалуйста, как это было? Мне кажется, это очень было легко. Да? Да. Вообще не страшно? Ни капельки? Нет. А как ты думаешь, вот твои папа с мамой, они какое приняли решение? Ну, я не знаю. Ты не знаешь? А я знаю. Они нажали кнопку А, и у вас теперь 10 баллов еще вдобавок. Я тебя поздравляю. Ну что, друзья мои, я вас тоже поздравляю в том, что вы уверены, что у вас очень смелый мальчик. Нет, он осторожный, осторожный, но я тоже смотрела и выбирала, какой подарок ему больше понравится. Мы с ним, видимо, одновременно это сделали. То есть алчный, осторожный мальчик. Большой подарок готов на все. Вы молодцы. Воспитали прекрасного мальчика и 10 баллов у вас есть. И посмотрим на общий итог после трех туров. Все семьи получают по 20 баллов. И только семья Демчок 10 баллов. Друзья мои, мне было очень приятно с вами познакомиться, посмотреть на вашего прекрасного ребенка, на вашего прекрасного кота. И я желаю вам здоровья, чтобы кот вас оброс обратно. А мы продолжаем и переходим к следующему конкурсу. Выбили самое-предсамое семейное шоу. Это мой ребенок. Четвертый тур. Наших участников ждет художественный конкурс. И сегодня им предстоит нарисовать животное. Мы долго думали, какое же животное им проще всего нарисовать. Конечно, какое-нибудь фигуристое. И мы решили, пусть рисует верблюда. А поскольку не все здесь присутствующие помнят, как выглядит настоящий верблюд, мы пригласили его к нам в студию. Пожалуйста, встречайте. Верблюд. Вы должны будете угадать рисунок своего ребенка. И за правильный ответ сможете заработать 10 баллов. И верблюда. Прежде чем начать рисовать, мы поставим ширму, потому что эти родители, они все время подглядывают. По себе знаю. Мы приготовились. Спрятались. Идите все ко мне скорее сюда. Посмотрите, какой красивый верблюд. Давайте его нарисуем. У верблюда, значит, что у него есть? Ноги. И на каждой ноге по копыту. После ног у него живот идет, значит. Потом туловище. И туловище у него отличается тем, что у него два горба, потому что верблюд в этих горбах хранит запасы еды. Отлично. Отлично получается. Ты молодец. Ты, в принципе, уже закончил. Можешь садиться. Или хочешь еще как-то украсить свой рисунок? Все? Отлично. Теперь. Закончил? Молодец. Я закончила. Возвращайтесь на свои места. Дорисовываем последние детали. И сейчас мы будем показывать это вашим родителям. Боже, как же они обрадуются. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши рисунки закончены. И мы с радостью приветствуем вас в нашей картинной галерее. Верблюд, изображенный на картине под буквой «А» имеет три горба. Заметьте это. И подумайте, что хотел сказать этим художник. Крылатый верблюд с тремя крыльями. Они же горбами, у которого что-то так вырывается. Это реактивный верблюд. О! Реактивный верблюд с тремя горбами. Это верблюд. Реактивный верблюд-мутант. Именно так называется эта картина. Прошу внимания и аплодисменты первому художнику. Картина художника под буквой «Б» обозначенного, конечно, радует светом своим. Всего-навсего коричневые ботинки у него, у этого верблюда. Ну, вообще догадаться, что это верблюд, в общем-то, можно. Потому что два горба. Очевидно, совершенно голова с глазом. Одноглазый верблюд был. Хвост. И, конечно, томящее, щемящее и вообще палящее солнце. Рисунок под буквой «В». Вообще-то, конечно, художник рисовал робота. Это такой робот, у него две ноги. Это вот он, он стоит, и вот так у него две руки. И три головы. Три головы, да, это робот. Трехголовый робот. Но потом, когда художник, наконец, понял величину своей задачи и понял, что ему нужно было рисовать четырехногого верблюда, он сразу исправился. И получился верблюд. Вот здесь у него, потому что мы договорились сразу с художником, что с этой стороны у нас голова, а с этой хвост. Это важно. Так, друзья мои, наша выставка закрывается. А у вас было достаточно времени, чтобы принять решение, под какой же буквой скрывается именно ваш художник. А, Б или В? Э, Джим Чужина коллекции. А у вас уже меньший выбор. Вот. В. Может, они тоже думают, что у них А или В? Сейчас я зову сюда детей, и мы внимательно наблюдаем за лицами их родителей. Оп, оп, оп. Теперь все повернулись к родителям и смотрим на их лица. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Спасибо. Можете сесть на свое место. Отгадали у нас только Доминик и Альбина. Ну, давайте с вас и начнем. Как вы определили, что это ваш рисунок? Наблюдаю, как он рисует. Он не рисует крупно. Он рисует чаще мельче. То есть вот такие вот овалы он мог нарисовать, в принципе. Это тонкая работа, элегантная. Я вас поздравляю. У вас 10 баллов. Ирина и Роман, вы выбрали у нас вариант Б. Да. Почему? У нас сбилось с толку солнышко. На самом деле мы сначала однозначно на В, но потом солнышко для него очень характерно. Он всюду его рисует, наверное, на всех рисунках. Да, это во-первых. Во-вторых, вот то, что изображает голову верблюда, очень похоже на то, как Артем рисует ракету. Вот это? Да. Ах, он еще и ракеты так же рисует. Точно так же. Примерно. Нет у вас 10 баллов. Арчи Екатерина, теперь я слушаю ваш рассказ. Мы безумно рады, потому что наш ребенок все-таки солнечный. Смутило единственное, что он не дорисовал голову, поскольку для него важны детали, как это видно, как раз на копытцах. Поэтому было очень странно, что он не дорисовал голову. К сожалению, вы не получаете 10 баллов. Мы подводим итог после четырех туров. Ирина и Роман 20 баллов. Доминик и Альбина 30 баллов. Арчи Екатерина 20 баллов. И сейчас у нас предстоит небольшой блиц-опрос. Я обращаюсь к Ирине с Романом и к Арчи и Екатерине. Ваши дети ответили на некоторые вопросы, которые мы им задали перед передачей. И теперь эти же вопросы я буду задавать вам. Главное, чтобы ваши ответы совпали с ответами ваших детей. Кто первый ошибется, тот проигрывает. Первый вопрос к Ирине и Роману. Кто хитрее? Лиса Алиса или кот Базилио? Лиса. Лиса? Лиса. Правильно, конечно, Лиса. Переходим к следующей семье. Кто добрее? Дед Мороз или Снегурочка? Дед Мороз. Дед Мороз, конечно. Дед Мороз, а нифига, Снегурочка добрее гораздо. По мнению вашего ребенка, к сожалению, дорогие друзья, только от того, что вы не знаете, кто добрее Снегурочка или Дед Мороз, мы прощаемся с вами. Мне было очень приятно с вами провести время, а с остальными мы продолжаем упорнейшую борьбу за большое семейное путешествие. Переходим к финалу. Семейное шоу «Это мой ребенок» продолжается. И уже очень скоро мы узнаем, кто же отправится в путешествие со своей семьей. Пятый тур. Финал. Сейчас мы будем проверять, насколько внимательно вы слушаете и, главное, понимаете своих детей. Они будут объяснять вам слова, которые вы должны будете отгадать быстрее своих соперников. Но, пожалуйста, не торопитесь. Если вы нажмете на кнопку, а слово назовете неправильно, то право следующего ответа переходит к другой семье. Мы обнуляем ваши баллы. Всего будет пять слов. За каждое отгаданное слово вы получаете по одному баллу. Мы слушаем объяснение первого слова. Бывает белый. У него бывает форма прямоугольная. Бывает квадратная. У меня его нет. Там есть все, ну, игры и все такое. Ирина, есть вариант, что это такое квадратная круглая? Телефон. Правильно, это телефон. Смотрим внимательно на экран. У него красная футболка и желто-зеленые штаны. Он живет в пещере. Его постоянно гонила бабка. Он диваном ей ударил по спине. У него есть рюкать. Очень любит покушать. Его гоняли мухобойкой. Ну, я вообще думал, что это Карлсон. Это действительно Карлсон. Слушаем объяснение третьего слова. Самое вкусное – это коричневый. Его едят вечером. Они бывают разного вида. Холодного, горячего или даже теплого. Его не все едят. А в ресторане его готовят повар. Повар. Что это? Торт. Нет, это не торт. И право ответа переходит к Доминику и Альбине. Слушаем, продолжаем слушать объяснение. И сыпет на него зелень или соль. Я люблю с курсой. Его едят с хлебом. Его едят со сметаной. Я люблю его с хлебом с колбаской. Что он любит у вас с хлебом с колбаской? Суп. Суп? Правильно. Это суп, конечно, а не торт никакой. Слушаем объяснение следующего слова. Бывает серого, бывает желтого, бывает красного. Она слишком быстрая. Синя-белые глаза. Ну, вы где-то вот такие вот. У нее нет рук. Сожалею, что вы ее не поймаете. Хвост у нее размеров и большой, и маленький. У меня раньше было их две. Она живет в сказке. Она с короной и вся золотая. Она исполняет желания. Ошибная рыба, и она квадет. Дубцова. Рыбка золотая. Молодец, правильно, золотая рыбка, конечно. 2-2 у нас счет, и мы слушаем объяснение последнего слова, которое будет решающим на сегодня. Чтобы им стать, нужна сила, деньги, жизнь. Он надевает костюм. Они очень смелые люди. Мы думаем, что это может быть космонавт. Космонавт? Это действительно космонавт. Я поздравляю вас, Ирина и Роман, потому что вы становитесь победителем в нашей игре. Ну что, дорогие друзья, наше семейное шоу подошло к концу, и у нас есть явные, очевидные победители. Это Ирина Дубцова и Роман Черницын со своим сыном. Я вас поздравляю. Я поздравляю, что у вас такой замечательный ребенок, что вы его так хорошо знаете. Спасибо всем, что вы сегодня поучаствовали в нашей программе. Если вы любите своего ребенка и думаете, что знаете его, как свои пять пальцев, мы обязательно встретимся с вами на самом семейном шоу «Это мой ребенок» на телеканале СТС. С вами была Татьяна Лазарева. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok